Ждать ли перемен от нового президента Ирана? Российская атака на детей под капельницами. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 13 июля, 14.30. 6 июля новым президентом Ирана был избран представитель крыла реформистов Масуд Пазашкян. Русская служба BBC News рассказывает, что он критиковал иранскую полицию нравов, обещал смягчить блокировки интернета и призывал к переговорам по ядерной сделке. Явка на этих выборах была самой низкой за последние 45 лет. Верховный лидер Аятала Али Хаминеи заявил, что если кто-то думает, что те, кто не голосовали, выступают против истеблишмента, то они явно ошибаются. Звучит знакомо. Fair elections for all countries! Fair elections for all countries! В статье CNN World аналитик по Ирану Синна Тусси предположил, что Пазашкяну разрешили баллотироваться в попытке повысить явку. А директор Центра Ближнего Востока и мирового порядка Али Фадхола Наджат на Deutsche Welle на русском рассказал, что реформисты не пытались добиваться изменений в последние десятилетия и предположил, что Пазашкяну позволили избраться, чтобы создать вводящий в заблуждение положительный образ для Запада. Based on information provided by Iranian people from inside Iran, there is evidence that many election centers have been empty. In the circus election, we have seen, Пазашкян was the only reformist among other hardliner candidates. Just a few days ago, Пазашкян acknowledged the support for terrorist groups such as Hamas, Hezbollah, so Пазашкян is just a fake mass to continue the policy of the regime with a new face. Please stop flirting with the Mullah's regime in Iran, wishing that Iranian people regain their freedom and wishing freedom for all humanity. Пользователь CTX Tired Kitty опубликовал перевод видео Врача и математика Кави Мазафари, который выявил фальсификации в подсчете голосов и явки. В ноябре 2022 года Институт глобальных изменений Тони Блэра представил исследование, из которого следует, что больше 60% иранцев хотят жить в светском государстве, а не в Исламской республике. В понедельник, 8 июля, в час пик российские военные запустили по Украине больше 40 ракет разного типа. От ракетных ударов погибло 42 человека, в том числе четверо детей. Одна ракета попала в корпус Диале за детской больницей Ахмаддет в городе Киев. 627 пациентов в момент атаки находились в помещениях больницы. Аналитики Беллинкет доказали, что удар был нанесен российской крылатой ракетой Х-101 и опровергли версию Минобороны, что это была украинская ракета ПВО. Эту атаку осудило большинство членов СовбезоОН и множество европейских политиков. Атаки жилых домов и торговых центров Украины происходят постоянно. 22 июня блогер Анна Гин рассказала телеканалу Дождь, что харьковчане живут в условиях, когда сирена воздушной тревоги практически не выключается. По данным Financial Times, российские компании для производства ракет покупали детали швейцарского и американского производства и импортировали их через Китай. Мы призываем мировое сообщество полностью закрыть небо Украины от российских ракет и следить за выполнением введенных против России санкций. Close the sky of Ukraine! Close the sky of Ukraine! Обманутый россиянин на своем YouTube-канале рассказал, что Путин потратил на ракету, которая разрушила больницу Ахмаддет, один миллиард рублей, что сравнимо со стоимостью новой больницы и показал очередную российскую разваливающуюся поликлинику. Виктория Нуланд, бывшая заместитель госсекретаря США, обратилась к россиянам в эфире телеканала Дождь. Задумайтесь, что эта военная авантюра Путина сделала для вас, что он сделал для вас за последние 20 лет. Было бы гораздо лучше, если бы мы могли с вами сотрудничать. Профы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.